Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви поругались Никита Шалюков и Мэри Кулешова. Никита считает, что Мэри не интересная участница. Конфликт закончился тем, что Мэри бросила в Никиту стаканом, а Никита кинул ее в бассейн. Маша Кахно пожаловалась на то, что ее отец перестал с ней общаться. Мужчине не понравилось то, что Маша на лобном рассказала всем о разладе в семье. Маша пытается помириться с папой. Марина Африкантова порадовала своего молодого человека. Она сделала ему завтрак на пляже посреди океана. Для нее это настоящий подвиг встать рано. Алексей Купин и Майя Донцова отметили 4 месяца отношений. Алексей купил красивый букет, заказал суши и, встав на одно колено, преподнес ей в подарок кулон с цепочкой. Многие участники решили, что таким образом он постебался над Донцовой. Ведь она ожидала от него предложения руки, сердца и колечко. Купинша уверяет, что таким образом он решил дать понять Майе, что со свадьбой на данный момент спешить не нужно. Никита Кузнецов и Дарина Маркина побывали в гостях у Таты и Валеры Блеменкранцев. Они принесли подарки для их дочки. Саша Черно уверяет своих подписчиков, что в ее отношениях к Сиосифу Маганесянам все чудесно. Просто в эфиры почему-то не попадают хорошие моменты, которых очень много. «Поверьте», — пишет она, «если бы все было настолько плохо, насколько вам показывают, я бы уже давно ушла». Вера Курочка показала лучшие кадры той самой фотосессии, против которой выступал Петр Шепель. «Эти фото абсолютно без ретуши», — пишет она. Многие считают, что из Веры получилась бы отличная фотомодель. Алексей Чайчиц опубликовал фотоколлаж, на котором видно, как сильно он изменил себя. Он советует всем не слушать людей, полагаться только на себя. Если бы он этого не делал, то никогда не уехал бы из маленького города Брестской области. И не попал бы в Минск, потом в Китай, а потом в Москву. Катя Жужа прилетела на Остров любви. Две недели она будет радовать нас в эфирах. В сети появился скриншот переписки Оли Рапунцель и Димы Дмитренко с потенциальными рекламодателями. Ребята попросили представителей шоурума оплатить им такси туда и обратно. Но им отказались оплатить такси. Рапунцель пишет, «Я на метро не езжу, боюсь метро. Я ведь медийная личность, на улице узнают, в метро так подавно». Алена Водонаева отметила день рождения сына Богдана, ему исполнилось 7 лет. В этом году мальчик идет в первый класс. Мероприятие было организовано в военном стиле. На нем было много друзей Алены, в основном по дому 2. Рита Огибалова, Маша Адоевцева, Элина Камерен и другие. Все они пришли с детьми. Многих удивило, что Алена экономит на своем ребенке. За несколько дней до празднования дня рождения, она обращалась к владельцам ресторанов в Москве. Она искала площадку для мероприятия в обмен на пиар. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.